Друзья, следующий отель у нас по плану это Беллис Делюкс, тоже находится в Беллек, поэтому прямо сейчас отправляемся туда, также посмотрим с вами номера и территорию. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Посмотреть, как они выглядят, коридорчики выглядят вот так, не знаю почему потолки очень как-то низкие немножко давит, но так сейчас все посмотрим, судя по лобби, кажется, что здесь ну очень все круто, даже приезжают звезды, выступались и так далее, огромная территория, есть виллы, отдельные зоны, большая лесопарковая зона своя, бассейны, все бассейны подогреваемые, да, то есть в этом плане все хорошо. Ну давайте посмотрим номер в основном корпусе, потом посмотрим виллы, в общем территорию, вот видите, все как-то узенько немножко, простора нет, ну отель на самом деле уже очень старый, ему уже больше 30 лет, он один из первых здесь открылся, поэтому, конечно, что-то сохранилось с тех времен, конечно, делать реновацию, обновление, но тем не менее. Ну давайте зайдем в номер, номер у нас family, уборная, ну честно, немножко тесновато, правда скажу, все компактно, здесь у нас вот такая комната, взимая раздельными кроватями, конечно же, бывает одна большая кровать, телевизор, все как обычно, все в общем чистое, но видно, что концепт, как говорится, отеля старый, да, и, соответственно, еще одна комната, здесь уже большая кровать, гардеробная, санузел один, да, вот такая комнатка, ну и, конечно же, есть балкон, вот такой небольшой балкончик, сушилка, все есть, да, вид боковой на море, вот так вот у нас все выглядит здесь, вся территория, здесь, как говорил, сзади лес, лесопарковая часть, кстати, вот Land of Legends, видно, да, отсюда, это у нас все белек, горы, в общем, вид отсюда, конечно, красивый, да, территория огромная. Так, давайте сами увидим аварийный выход и посмотрим вид на море прямой. Вот наша территория отеля, перед нами открывается, как вы видите, она достаточно большая, все бассейны подогреваемые, детская зона, аквапарк, взрослая зона, пирс, большая береговая линия, своя собственная, да, и вот там еще идут виллы, там можно тоже по своему концепту жить, там даже с отдельным ресторанчиком есть, сейчас мы все пойдем посмотрим. Ну, скажем, территория большая, в общем, в Велике все отели на первой линии, да, все отели с большими территориями вот такие, но единственное, конечно, есть отели чуть новее, чуть старее, и раз этот отель строили более чем 30 лет тому назад, соответственно, тот формат, те комнаты, те требования, они так и сохранились, конечно, есть отели с большими территориями, но в целом, я скажу, все необходимое есть, все очень даже хорошо, я думаю, сами это видите. И вот я вам покажу сейчас еще один номер, это, здесь уже ванную побольше, это номер Junior, Junior, ну просто Junior, да, вот такой, можно сказать, сьют, но не совсем, да, то есть есть диванчик, кровать, и тоже так же боковой вид на море. Ну вот мы вышли с вами из основного корпуса и отправляемся в сторону вилл, других корпусов, выглядят они же вот так, здесь зеленая лужаечка, ну, в принципе, концепт такой же, балкончики и треугольные, все, видите, как есть. Бассейн. Вот вы как раз пришли к виллам, которые находятся вот по левой стороне территории отеля, там у них есть свои бассейны, как я на карте видел, поэтому сейчас мы как раз в одну из вилл с вами зайдем, и посмотрим, как там все выглядит и насколько комфортно здесь тоже проживать. Давайте с вами, друзья, осмотрим виллу. Итак, у нас вилла начинается, естественно, с гостиной, это, думаю, самое главное надо показать, большая, просторная, с панорамными окнами, вот здесь можно застолье устраивать, целая кухня, ну, как обычно, в таких больших виллах надо со своим персоналом приезжать, да, алкоголь разово выдан в огромном количестве, можно все это выпить, это все бесплатно. Вот, соответственно, у нас есть выход в своем собственном бассейну, он только для вас специально, больше никого здесь нет, спокойно можете здесь отдыхать, проводить время, купаться, если нужно, вот здесь просидеть, позагорать с семьей, и пойдемте посмотрим, потому что она двухэтажная, это не только этот этаж. Так, проходим с вами дальше, полотенца лежат, все это есть, здесь вот еще одна есть спальня, сразу на первом этаже, как вы видите, вот такая уютная, ну, знаете, уборная, владельная доска, и на втором этаже у нас уже тоже есть спальня со своими душевыми, вот такая вот спальня, и еще одна, даже, да, одна, и еще одна вот такая большая спальня с кроватью и с балконом, ну, соответственно, также свою душу, свою уборную. Ну и быстро мы отправляемся в следующие корпуса. Идем уже вот по такой лесной дорожке, на территорию корпусов Жасмин. Здесь, как видите, уже вся территория находится в лесу, вот мы сейчас с вами зашли на территорию корпусов Жасмин. Здесь вот сделаны таким тоже обособленным, обособленной частью вот так вот номера, не корпуса, здесь бассейн, такая, скажем, более тихая зона отеля, в которой можно тоже хорошо наслаждаться отдыхом. Здесь есть теннисный код, кстати, тоже, обратите на это внимание. Лужайки для отдыха, для релакса, детский городок, в общем, все, что нужно есть. Пойдемте зайдем в номера, посмотрим, как они здесь выглядят, как представлены. Давайте вот в этой части Жасмина мы зайдем в номер, называется Swim Up. Я думаю, вы уже поняли, почему, потому что здесь сразу есть бассейн. Ванна полноценная, номер, две кровати разделены, ну или одна большая, диван, диван раскладывается, сейчас даже проверим, одну секундочку. А, нет, друзья, диван не раскладывается. Вот на свой собственный выход бассейна, и вы можете отдыхать пик-пасс. Зоопарк здесь расположен, но не сильно насыщен животным. Вот траус стоит, павлин, олени где-то здесь можно встретить. Я в этом видео не очень часто даю какие-то резюме, да, пока просто показываю, чтобы не растягивать это видео. В принципе, у меня резюме по каждому отелю сложилось. По большинству, кстати, скажу так, что это неплохая территория, хорошая даже территория. Много разных вариантов корпусов. Немножко старая, но, замечу, это уютная территория. Лес, хвоины, знаете, какой-то загородный отдых. Такое напоминает, знаете, лагерь, вот как-то в детстве что-то такое. Все это хвоины, запах такой. Поэтому отель хороший. То есть вопросов к нему нет, что не думаю, что это он плохой. Но именно если сравнивать с другими какими-то вариантами, например, по номерам и так далее, то номера здесь, конечно, более такие небольшие, в общем, наверное, обычные. Но можно выбрать, как вы видите, разный формат отдыха, либо прямо возле бассейна, чуть подальше, да, в тихой зоне, либо в общем корпусе. То есть вариант выбора есть. Это очень хорошо. Вы, друзья, не забывайте под этим видео переходить ниже по ссылке и смотреть цены на все туры в Турцию. В том числе все цены указаны очень хорошие, без комиссии туристического агентства. Поэтому переходите прямо сейчас, работаем онлайн по всей России с договором и чеком. Ну, а мы едем с вами дальше. Следующий отель, нас еще очень много. Обязательно смотрите это видео до конца. Подпишитесь на канал. Лучше всего, что вы будете рекомендовать мой канал, потому что данное видео помогает многим туристам определиться с выбором тура. Едем дальше. Субтитры сделал DimaTorzok